всем большой большой привет с началом нового влога солнце бешеный ветер у нас сегодня мы вышли погулять с собаками подышать точно подышать свежим воздухом ветер поднялся не на шутку какой-то зато по крайней мере хотя бы тепло светит солнце нет дождя матюш отвлекись а девчонки я собираюсь на работу несколько дней уже использую вот это тональное средство парадиса от ралуи и я хочу вам сказать что она мне очень нравится она не такое плотное как например катрис но очень хорошо перекрывает недостатки кожи и не смотрится знаете как маска и выглядит очень даже достойно я вам могу его девчонки рекомендовать очень классное средство обязательно перед использованием надо его встряхнуть я видите себе тут укладку сделала но сначала я феном все укладываю потом сверху еще бигуди чтобы побольше объем дышался так носим на улице такая погода дождь вообще темно сыра пятница и это радует что сегодня уже пятница так я сейчас быстренько таким образом наношу средства побегу побегу на работу отрабатывать пятницу это хорошо девчонки штору повесила но на улице темно и она в этой темноте кажется коричневый хотя на самом деле штура оливковая вот когда выглянет солнце я вам обязательно ее сниму потому что когда я прихожу с работу уже тоже не светло вот и получается что хочется показать так как она есть на самом деле а свет искажает и шторы кажется коричневой я надеюсь что завтра будет выглядеть солнышко с утра в субботу я вам смогу показать теперь мне надо спальню купить новый новая покрывала потому что это серая она как бы не подходит под штору и смотрится ну не очень надо что-то такое оливковое купить чтобы все было уже тип-топ красиво вы смотрите да неплохо перекрывает и мой любимый консилер от эстрада подчеркиваем высветляем под глазками мне он очень нравится девчонки вот не знаю я его как нашла уже много лет назад так вот им пользуюсь и с огромным с огромным удовольствием у нас сегодня еще вечером повезем собак ветеринарку у нас проблема какая у нас проблема в том что у лизы не выпали молочные клыки и получается сейчас будет 9 месяцев и молочные клыки не выпали и выросли новые и нужно их удалять они даже и девчонки даже не качаются ну это вообще никак хотя она и грызет резиновые игрушки и такая у нее как палка есть все равно не выпадают и все вот хоть умри вот и мы хотим еще еле почистить зубы ультразвуком но ни разу же мы не делали такие процедуры ни разу не был у нас анестезии я конечно уже переживаю нам сказали что вы собачек оставите а утром заберете я думаю как их оставлю короче сегодня вечером при этом уж сработал и мы поедем вместе с ним ветеринарку все расспросим если все у нас устроит то их оставим на лизе по-любому надо вырывать эти клыки потому что не будет неправильный прикус ну как бы это будет влиять на ее здоровье конечно же этого мы делать не хотим ну чтобы как-то повредить собаки до ее здоровье чтобы с ней все было хорошо и в будущем конечно я буду лизу стерилизовать обязательно никаких щенков больше рожать мы не будем вчера мы гуляем тут у нас по снг по нашему у нас тут тоже есть много йорков есть и одна женщина у нее мальчик она говорит ой вы не хотите типа но с нашим мальчиком там я грудине мы больше не хотим это было у яда какое-то bubble мне ни и рассудка ну другой стороны если мне было помутнение рассудка у нас бы не было лизы алиса это вообще отдельная собака отдельная история это его очень поклубистая собака его очень благородная собака его очень послушная собака его на знаете вот такая вот это подарок судьбы для меня вот это собака которая просто вот воплощение всего самого хорошего что есть это все его ализа это собака очень требовательная собака с очень таким характером атаманши это собака с характером здесь и сейчас дай мне и она вырвет все что ей надо и залезет туда куда она хочет и она наглая немножечко собака вот так характер вот по крайней мере слава богу она перестала гадить в разных местах где ей было не положено этого делать она теперь четко приучилась к пеленке но этот процесс был намного дольше чем например ева ева как-то очень быстро поняла что такое пеленка буквально может быть там не знаю месяца два я ее вот так поучила вот она пришла нет это лиза пришла и она все уже знала что как зачем и почему то ева а то лиза она хулиганила очень долго хулиганила пока в один прекрасный момент я ее очень сильно не отругала просто я ее так сильно девчонки отругала что она всю ночь приспала на первом этаже ей не разрешала подниматься наверх и после этого все она все поняла вот как так вот просто до собаки на самом деле очень умные но лиза это у нас такая лиза это у нас такая шабака хулиганка да лиза но любимая ты любимая и ты любимая конечно сразу приходит ела и здесь там одеть девочку мы крошались вот моя стоит только хорошее сказать что-нибудь про лизу его тут как тут а яму да я же главное тут женщина главное лиза ты вот так что такие у девчонки дела вот видите сейчас немножко до объема немножко под спадет и будет прям все как надо вот в принципе и все я готова для того чтобы покорять рабочие моменты что я делаю нам знакомый привез персики с крымом но к сожалению пока у них у некоторые попортились и я решила в общем то их перекрутить и разложить по контейнером по вот этим контейнером и зимой будет летом вот такая красота мама тут помидоры он принесла наши я буду раскладывать персики немножко сахара и разложим сейчас вот столько баночек у меня получилось часть еще персиков осталось покушать и часть я сейчас такой делаете по карамелизую сейчас это сделать дело оставлю на завтра сахар сливочное масло вот и завтра хочу сделать утром мальчишкам пирог можно либо из слоеного теста достану либо можно сделать знаете типа как шарлотка только с персиками мама мне тут макароны сделала подогревая да не едет уже голодный наш студент у меня здесь картошка в духовке очень девчонки удобно вот эта история когда картошка вот так вот сразу с курочкой вот так вот все это дело делаю получается сочно вкусно и быстро так это переверну чтобы поджарилась еще другой стороны так такие вот пироги так что у меня тут быстро такой процесс овощи намыла фрукты которая купила помыла у меня персиков мошки мы сегодня завелись они ночь простояли и все капец здесь красотища консервированный персик можно же это законсервировать но я не буду заморачиваться сделаем для пирога девчонки посадили своих девчонок сейчас повезем в ветклинику поговорим с врачом что скажет ну надо ели по-любому надо чистить зубы потому что у нее уже потом будут зубы разрушаться лизе по-любому нужно убирать с ее 8 клыков 4 получается лишь никто не 8 так что набрала им плед и его сразу стрессе на когда стрессе она зевает все стрессе не зевота и вы двое из ларца мои девочки сладкие бы делать муж пошел узнавать они как две эти нервничают лис где папа там папа да звезды мои сладкие отвезли собак я уже тут немножко всплакнула оставляют их там на ночь в общем-то девчонки процедура не дешевая почистить зубы и удалить зубы вышло нам все 10 300 за двоих то есть когда вы заводите собаку вы должны понимать что если вы заботитесь о собаках то вы должны понимать что это дорогое удовольствие но мне так стало без них грустно я представляю что я сегодня буду спать без них я всегда говорила им собаки как вы мне надоели вы мне не даете спать вы с двух сторон возле меня лежите мне вечно неудобно сегодня я прям уже грустно но это нужно для здоровья собака прежде всего вроде хороший врач хвалит ее очень я надеюсь что все будет хорошо не дай бог что-то пойдет не так я не знаю тогда что будет с этой клиникой но я уверена что все будет хорошо его прям вообще на меня меня залезла вот сюда прям ничего не хотела уходить его это просто вот это моя душа это его все не буду а то сейчас расплачусь вот так что на завтра планы дождаться собак моих любимых дорогих ухаживать за ними у лиза вообще клыки вообще грида же не двигаются молочные клыки вообще не ходят вот скорее всего ей будут делать надрезы потом надо будет ухаживать за этими швами но посмотрим короче что будет мы едем домой с мужем вот так матвей что-то приболел под каждую это горло болит все как обычно осень началась дети встретились в школе и понеслась ты тоже переживаешь я переживаю стоял сейчас выходил плакал там горючими крокодилями сказали девчонки я с утра пораньше как и обещала делаю пирог из персиков добавила еще я сюда знаете что персики крахмал и сделала обычное тесто как на шарлотку это мне 5 яиц где-то 150 грамм сахара 200 грамма муки и разрыхлитель и отправляем всю эту красоту в духовочку чтобы порадовать утра своих любимых и дорогих мужчин девчонки собак я перевела на новый корм это для тех у кого из собачки почему перевела на новый корм я тут нечаянно попала на инстаграм одного врача которая раскладывала все корма и когда я почитала про наш корм который мы кормили роял конин и потом поняла как нужно определять состав корма я поняла что там только нет ничего из мяса от слова совсем вот и почитав разные корма я остановилась на вот этом он конечно не бюджетный он дороже идет намного вот это фармина компания фармина которая делает форма это итальянский корма он не бюджетный собаки любимые и хочется чтобы у них помимо корма были полезные какие-то свойства до которые помогают и долго активно жить и радовать вот так что мы теперь кушаем вот такой корм видите пирог получился немножечко влажным из-за того что внизу вот эти персики но он очень вкусный может быть на вид конечно не очень но вкусно на улице светит солнце мы сейчас поедем мне надо на кладбище к папе доехать скоро у него годовщина смерти нужно посмотреть прибраться данька все это в институт вот такая вот красота солнышко и поедем забирать собак кстати собаками все хорошо слава богу я прям очень переживала прислала нам видео с этого светилинарки стали видео пол третьего ночи что все они пришли себя после наркоза все хорошо что сейчас мы делаем свои дела и поедем забирать моих собак вообще любимые мои собаки девчонки по шторам они вот смотрятся когда солнце светит на них они смотрятся бежевыми на самом деле эти шторы они такого оливкового цвета даже здесь вам они почему-то отдают беж не пойму почему вот какая-то вот понимаете фигня я сделала комбинированный вот такой светлый цвет как бы вам показать вот светлый серый такой и оливковый цвет поймаю этот оливковый но в итоге почему-то ставите так что раскроем уже когда штора откроется будет как-то больше видно но почему-то они смотрятся именно вот такими бежевыми и соответственно серое моё покрывало вообще сюда никак не вписывается я думаю что можно взять покрывал вот такого цвета такого серого и наверное будет смотреться это все неплохо но вот при свете они почему-то бежевые и конечно меня это немножко расстраивает я как-то вот не знаю вообще то есть получается короче мне не очень нравится если честно ну оставлю пока так как есть возможно поменяется покрывало и и все заиграет немножко по-другому вот и будет немножечко такой другой да как бы вид но вот пока так как есть а вечером они вот когда вечером нет солнца они прям вот оливкового цвета такие как как и должны быть здесь вот они сейчас смотрятся бежевыми даже чуть-чуть конечно олива выдает или может быть дома купить бежевый какой-то бежевая покрывала короче пока в раздумьях вот хотела украсить и получилось придумала себе новый геморрой просто однотонные серые я не хотела решила вот поэкспериментировать поэкспериментировал на свою голову девчонки смотрите какой я прикупила вазу фамилии мне кажется на очень гармонично смотрится и букет этот распушился стала как-то вот короче мне нравится красиво 1000 рублей стоит этого за провод этот столик многие спрашивают этот столик девочки из леруа мы его купили по скидке девчонки по вашему совету я переставила сюда герань меня тут пылесос потому что реально там ему темно кто-то мне тоже написал будет темно я тоже так стала смотреть что поднимаем стала смотреть что листья начинают желтеть и конечно ее мне надо будет приводить в порядок вот я еще с удобрением пролила до цветущих вот она конечно бушует ее надо обрезать и делать из нее поменьше я ее попозже обрежу чтоб она была более компактная сейчас она цветет и займусь вот это вот никак не цветет зато видите так вот красивыми тут свисает свисают вот эти веточки вот смотрите девчонки я была фикс прайсе купила вот такие горшки они идут на подхватах вот так я кое-куда хочу их повесить сделаем и покажу еще вам хочу показать что у меня творится с моими орхидеями кстати по вашему совету желтое кресло переставила сюда просто пока тут стулья даже лучше смотрится зеленая отправила сюда так смотрите все орхидеи дали деток раз-два-три вот это вот одна цветет и наверху у меня еще две орхидеи тоже с детками не знаю даже что с ними делать куда их сажать девчонки смотрите какая у меня красивая гортензия который я в прошлом году сажала она вот такая розовая это сорт называется сейчас я вам скажу сорт диамант рауш вот такая вот красотка конечно она еще не такая большая не такая пышная но все же а вот это обычный сорт метельчатой гортензии мне надо тоже привести в порядок эти наверно листья обгорели что с ней было я не знаю вот эти все молодые веточки все надо будет убирать тоненькая вот такое вот все тоненькое хиленькое это надо будет все убирать надо брать секаторы заниматься что погода испортилась было такое солнце так что сейчас я потихоньку начну это дело делать здесь он тоже видите вытаскиваю то что уже отцвело надо потихоньку все приводить в порядок сейчас муж мне еще вот эти с ними до горшки убираем стол наверное уберем потому что уже смысла нет и вот как хорошо дерен разросся прям вообще но я его буду формировать и буду его подстригать под зиму вот так вот что было ровно шариком он рос красиво мне не так вот не аляписта пустом да а вот ведь . хорошо разросся я его чекну и будет очень даже неплохо и вот статица какая-то уже вон засохла как-то она скачковалась в одной еще и он сорняки под полезли блин девчонки за огородом вообще мы толком не следили в этом году потому что мама следила за теплицей а мне особо то и некогда было но все равно было красиво мама молодец насажала всего вот за что есть большое спасибо короче убираемся пока позволяет погода девчонки у нас чем клубника наша ремонтантная представляете сентябрь месяца мы едем клубнику вкусно конечно нужен такая сладкая но все равно девочки смотрите фикс прайсе я купила такие горшки хотела повесить их между вот этими вот балками но между получает получилось некрасиво решила сделать так не знаю как вам мне кажется пока симпатично пусть пусть повисят такой немножко разбавить интерьер девчонки на этой ноте я буду заканчивать свой влог всегда не знаю как здесь поймать солнце в общем то пусть он будет небольшой но я завтра сразу начну снимать новый так что вы меня не теряйте всех целую всем пока